Каково это? Понимать облака. Девиз Всемирного метеорологического дня 2017 года «Познавая облака» определяет их огромную важность при изучении погоды, климата и воды, чем, собственно, и занимаются сотрудники Брестоблгидромета. Побывав в этом месте, может показаться, что здесь бухгалтерия или банк. Снег, дождь, ветер, направление скорости ветра – это сплошные цифры и формулы, где закодированы метеорологические данные. Весь материал идет к нам, где мы его обрабатываем, вы можете это все видеть. И в итоге мы выпускаем так называемый гидрологический ежегодник. Это сводная наша книга за год, которая потом идет дальше для тех, кто нуждается в какой-то режимной гидрологической информации, в частности строители, проектировщики. Орологические наблюдения заключаются в том, что мы выпускаем зонт, оболочка накачанная водородом и зонт привязывается. И все эти параметры потом считываются и передаются автоматически к нам на станцию. Здесь перед каждым работником задачи серьезные, а миссии крайне ответственные. Труд предсказателей погоды не менее важен, чем работа врача, политолога или ученого. Ведь от того, насколько качественно и точно работают сотрудники метеостанции, человеку можно подготовиться к капризам природы заблаговременно. Наблюдением занимается у нас отдел аэрологических и метеорологических наблюдений. Вот метеоплощадка, метеоролог снимает данные и передает через отдел телекоммуникации по соответствующим адресам информацию. Аэролог запускает радиозонт и смотрит параметры по вертикальной составляющей. Группа гидрологии наблюдает за реками, то есть в каком они состоянии, ну и так далее, ледовое состояние и так далее. И вот передающую функцию у нас обладает отдел производственной работы обеспечения потребителей информации. Снегопады, ливни, грозы, бури. У природы нет плохой погоды. За капризной дамой синоптики наблюдают круглосуточно. Температура воздуха, давление, облачность, влажность, осадки. Прогноз строго под данным оборудования. Все точно, как в аптеке. В Бресте за капризами природы следят свыше 50 человек. Кстати, наблюдения ведутся в нашем регионе давно. Старейшие в области метеостанции, начавшие свою работу еще в 19 веке, находятся в Пинске и в городе над Бугом. Метеорологические наблюдения проводятся в 9 местах Брестской области. Это, будем так говорить, 6 метеостанций, метеорологических станций, так чтобы систематизировать это. 6 метеорологических станций. Плюс головное здесь в Бресте проводит метеорологическое наблюдение. Ее выделяют как метеостанция Брест. И два больших обособленных подразделения. Это Пинский межрайонный центр по гидрометеорологии. И болотная станция Полесская. Это поселок Полесский Лунецкого района. В планах у Бреста облгидромета усиленно автоматизировать метеостанцию. Внедрение современного оборудования позволит составлять прогноз погоды еще более скрупулезно. Точно до мелочей.